Друзья, привет! В этом коротком ролике мы хотим рассказать, как на минорном ханге играть в мажоре. Потому что поступало довольно много вопросов по поводу минорных и мажорных строев. Сейчас мы вам покажем, что можно и на миноре сыграть в мажоре, и на мажорном ханге сыграть в миноре. Все вы знаете наверняка, что каждому минорному строю, минорной гамме, соответствует определенная параллельная мажорная. Так, в данный момент у нас ханг в ре миноре. Мы сейчас на ре миноре расскажем, как сделать из него мажор. Мы покажем, как это сделать. Сыграть на нем в миноре, как он есть, и в параллельной ему тональности фа мажор. Небольшой экскурс в теорию музыки. Все вы знаете, что каждой минорной гамме соответствует параллельная мажорная гамма. То есть она идет с теми же нотами совершенно. И, соответственно, наоборот. Есть мажорная гамма, и ей, соответственно, параллельная минорная. Опять же, с тем же самым набором нот. Как найти мажорную гамму вашей минорной? Вот на примере ре минора мы сейчас расскажем. Стоит начать с того, что любой мажор и минор определяет три ноты. Это первая, третья и пятая ступень. На ре миноре это получается ре, фа, ля. Чтобы найти здесь мажорную гамму, нам нужно построить гамму по этим же нотам от третьей ступени. То есть от ноты фа. То есть на примере ре минора. Первая ступень ре, третья ступень гаммы нота фа и пятая ступень ля. Вот эти три кита определяют как раз нашу минорную тональность. Ре, фа, ля. Для того, чтобы от этой тональности понять какой ей параллелен мажор, мы берем вот эту третью ступень ноту фа и как раз фа мажор будет ей параллелен. В фа мажоре мы делаем так же. Мы смотрим от фа мажора первую, третью и пятую ступень и строим вот это вот опорное трезвучие. Назовем это так. Это будет фа, ля и до. Но так как у нас инструменты, что глюкофоны, ханги, раввасты, они, как правило, в миноре, но они не имеют полную минорную гамму. И какие-то ноты в этих гаммах пропущены. То есть там, допустим, в кельтике пропущена вторая ступень, в мистике они тоже не подряд идут. Вам в любом случае надо ориентироваться на академический, скажем так, нотный ряд этой гаммы. То есть, чтобы все ноты шли подряд. И начиная от них отсчитывать первую, третью и пятую ступень. То есть, что мы имеем в виду? Вот у меня на руках ханг. Это рэ минор курт. Но здесь не будет идти, как вот в этом звукоряде рэ минор, который мы найдем в интернете. Тут не будет как бы до, рэ ми фа соль а си полностью. Что-то будет выкинуто. И поэтому нельзя просто ткнуть пальцем и сказать, это первая ступень, вторая, третья, четвертая, пятая. Так не получится. Ступени я смотрю, вот как Денис сказал, по академическим знаниям. Вот так вот тыкаю пальцем в ноту. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И уже эти, соответственно, им нахожу на своем ханге ноты. Рэ у меня вот здесь находится. Фа здесь. Ля здесь. Минорная и фа, ля, до только низкая. Ну вот наша мажорная. То есть, что нам нужно сделать? Первое, определить по тюнеру ноту центра. Если у вас кельти, курт, мистик, это 100% минорная тональность, просто вы смотрите центр. Рэ это до диез или какая-то нота. И дальше посмотрите в интернете. Гамма до минор. Гамма до диез минор. Гамма ми мажор. И так далее. В двух словах. Если у вас мистик, курт или кельтик, то это какая-то из вариаций минора. Вот эти вот манипуляции вы можете проделать именно с такими строями точно. С другими строями надо уже смотреть. И сейчас мы поиграем и в миноре, и в мажоре на одном и том же минорном ханге. И вы услышите, как меняются настроения. Чтобы более наглядно показать вам изменения вот этих настроений, я на флейте буду играть просто тонику, одну ноту, которая будет определять тональность, или мажорную, или минорную. А Наташа будет уже играть или в мажоре, или в миноре. Вот мы начнем сейчас с минора, а потом поиграем это же в мажоре. Поехали. И теперь в фа мажоре. Вот так вот меняется настроение, в принципе, на одном инструменте. То же самое можно сделать с мажорным хангом, но играть в миноре. И короткое резюме. Чтобы из минора сделать мажор, мы начинаем эту гамму играть от третьей ступени, а чтобы из мажора сделать минор, от шестой. И теперь то же самое, но на мажорном ханге. Это тоже ре мажор. Сначала мы сыграем в мажоре, а потом на нем же сыграем в миноре. И то же самое, но... Точнее, не то же самое. Теперь на нем же мы сыграем в миноре. Ну, я думаю, тут слышно, как меняется настроение, окрас. Надеюсь, мы вас не запутали еще сильнее. Мы сами не знали, как это лучше снять. Мы от души постарались объяснить это, насколько возможно, просто. На самом деле оказалось, что это не так просто сделать. Но мы надеемся, что как минимум вам это даст понимание, что это сделать можно. По инструкциям, которые мы для вас дали, вы сможете проделать этот процесс. А если что, мы вам подскажем. Пишите в комментариях, если что-то непонятно. Мы попытаемся там рассказать более подробно. Применяйте! Субтитры подогнал «Симон»!